У нас тут в Сочи еще хоккейный олимпийский турнир фактически не начался, но разговоров только и о наших хоккеистах. Вначале, что они прилетели, потом, что Датсук не вышел на тренировку, потом, что они дали пресс-конференцию, пришли все, но только 15 минут разговаривали с журналистами. Как вам вообще кажется, вот все вот эти вот разговоры, во-первых, имеют ли они какой-то смысл сейчас, а во-вторых, как вам кажется вообще, ну вот, ну, какое даже, не знаю, какое настроение у вас сейчас вот перед тем, перед началом? Первый раз говорит о том, что хоккеисты крутые пацаны, где бы они не появлялись, все время, в общем, они являются центром внимания, а с другой стороны, мы все любим наших хоккеистов и все желаем им успеха, поэтому такой ажиотаж. И я понимаю их сегодняшнее настроение, состояние, все-таки же домашние олимпиады – это колоссальное психологическое давление, и я хочу пожелать им, чтобы они справились. Чтобы домашний лёж стал преимуществом, а не, так скажем, недостатком. И я надеюсь, у них достаточный сегодня опыт и понимание ситуации, ради чего они сюда все приехали. Вы как человек, который прошел вот это вот все, что вы можете им сейчас посоветовать? Надо сейчас, не знаю, сидеть в своих номерах в олимпийской деревне, закрывшись одеялом, не читать интернет, не читать книжки или что? Или наоборот, вести себя максимально открыто, ходить, может быть, на другие соревнования и вот питаться вот этой вот атмосферой вокруг? Ну, на крыше с одеялом – это Лена Исымбаева бренд, она его запатентовала, поэтому, ну, это уже не проходит. Ну, у каждого есть своя, так скажем, подготовка и процесс этой подготовки. Вот, вчера многие ребята, я их видел, были на фигурном катании. Вот, окунулись в атмосферу вот этого праздника, почувствовали, как трибуна будет их поддерживать. Ну, и вместе с семьей мы пришли, с женами, с любимыми девушками. Ну, если они считают, что это им поможет, ничего страшного нет. То есть, никакого-то рецепта для того, чтобы что-то посоветовать у меня нет. Нет, единственное, что я их прошу, чтобы они, как мужики в каждом отрезке, в игровом, в общем, отдавались на сто процентов и поддерживали друг друга, верили в себя. И я уверен, что в итоге они, в общем, всех нас порадуют. Ну, мне кажется, что вот с мотивацией у них точно проблем быть не должно, потому что такое ощущение, что их вот накачивали, знаете, вот, не знаю, как в Советском Союзе. Потому что говорят же, что если наши хоккеисты выиграют эту Олимпиаду, то мы ее проведем просто блестяще, вне зависимости от того, как выступят абсолютно все другие спортсмены. Согласны, нет? Мы уже Олимпиаду провели блестяще. Я уверен, что это, наверное, самое большое наше достижение. И уже о другом, в общем, я как-то вот хожу, я такой требовательный человек вообще, чемпион по характеру. Ну, я получаю удовольствие именно от этой атмосферы, от общения вот с тобой, такая красивая и умная. Вот, о том, что я вижу, что народ объединился вокруг этой идеи. И, конечно, хоккей – это ключевой момент. И, конечно, они являются такими, в общем, основными-основыми джокерами. Но я могу сказать, что в Советском Союзе не было никакой накачки. Мы не встречались ни с какими там политическими деятелями. Мы пахали по шесть раз на дню, если это надо было. Мы, в общем, понимали свою ответственность. И победа-то рождается внутри коллектива. И не может никакой там чиновник прийти и сказать, ребят, блин, вот надо. Это все глупости, это все какие-то вещи, которые ничего общего с реальностью не имеющие. Человек, который, по моему скромному мнению, является душой нашей команды. И человек, который должен ее тащить на протяжении всего турнира, прежде всего психологически. Это Паша Тацук. Он не готов на 100%, но главный тренер нашей команды, Зинтла Белядинов, говорит, что играть он будет, возможно, с первого матча. Что вы считаете, его нужно поберечь, не нужно его поберечь? Вообще, нужно было ли его вызывать в таком состоянии? Паша – великий хоккеист. И команда с ним, и команда без него – это две разных команды. Это во-первых. Во-вторых, хоккей – это мужская игра. И травмы – это обычное состояние. И я могу сказать, что самые большие победы, которые есть, если их вспомнить даже в нашей истории, многие играли с большими травмами, преодолевая себя, терпя боль и так далее. То есть, ничего в этом такого необычного нет. Но, что хорошо, есть какое-то время, чтобы Павел Тацук подошел именно к последним трем играм, которые нам нужно выиграть. Да, его опыт, его присутствие просто необходим. Потом было совершенно правильно принято решение. Он прилетел вместе с командой, он готовится к матчам. Если будет решение начать с первой игры, значит, хорошо. Если врачи примут решение поберечь его до тех игр, которые нам более важны, то тоже ничего страшного. Поэтому ему, так скажем, готовиться не надо специально. Он в шикарной форме. Он, надеюсь, из самых больших волшебников мирового хоккея. Вот смотрите, в Детройте не говорят то, что с Пашей вообще происходит. Говорят только то, что у него травма нижней части тела. Вы же наверняка знаете, что происходит с Пашей. Вот по вашим личным ощущениям, если бы, не знаю, вы были бы на его месте, у вас было бы хоть какое-то сомнение, что там, не знаю, нужно себя поберечь? Или вы бы вышли на лед? Знаете, почему говорят нижние-то части? Почему? Соперники не знали о том, какая травма. Зачем я буду вам говорить, всему миру, какая травма, если даже о ней знают? Ну, это, ну, некое предательство. Поэтому это закон профессионального спорта. В общем, такие вещи, они держатся как можно больше в секрете и не дают преимущества другому сопернику. Скажите, пожалуйста, а вот нет ли какой-то опасности, что наши соперники, канадцы, американцы, шведы, мало ли, я не знаю, когда мы с ними встретимся, но будут специально, целенаправленно, может быть, где-то мочить, давить на Пашу, зная там, что у него какие-то проблемы? Будут. Что мы будем с этим здесь делать? Он будет их обыгрывать, как обычно это делает. Поэтому я ничего здесь такого особенного не вижу. И я думаю, все наши грозные форварды будут иметь специальные отношения со стороны соперников. Их изучают, их стараются нейтрализовать. Под них строится целая схема игры. Поэтому это обычная вещь. И это больше стимул, чем что-то другое. А вот если говорить, например, по тройкам нападения, вообще есть разные мнения, но все сходятся на том, что у нас есть очень две сильные тройки нападения, другие чуть послабее, но при этом они тоже как раз заточены под нападение. Вот вам не кажется, что у нас нет хоккеистов все-таки в команде, которые могут играть на удержание счета, что называется, которые могут выйти, немножко так успокоить игру и сохранить тот счет, который нам нужен? Ты знаешь, лучший обороны – это что? Нападение. Ну а вы-то сами чего ждете от этого турнира? Я жду победы. У них другого варианта нет. Поэтому я им желаю успеха, чтобы они были настоящими мужиками, и мы будем всеми своими эмоциями вкладывать тот победный дух, который был у нас в свое время. Поэтому я совершенно спокоен, и я думаю, что у нас все получится.